всем привет меня зовут таня я из города байроид и сегодня видео свое я начинаю с такой вот красивой своей этой покупки я ее вчера купила нашем социальном магазине и хотела бы вам ее показать эту красоту она вся в золоте сделано и сейчас вам покажу ее поближе внутри идет золотое покрытие видно что она не использовалась и нанесен вот такой вот рисунок вот эти вот точки они выпуклые вы их можно их ощущать это делает изготовлена в байроиде клеймо стоит такие вот вот такое блюдечко и десертная тарелка вот я и не устояла я ее красоту приобрела и купила еще две чашки они в коробках каждая отдельно это подарочный вариант сейчас я вам ее покажу выглядит вот так коробочка мэйсен штраус дальше вот это вот мэйсен штраус это идет немецкие буквы я нашла в интернете как это вообще это знаете как совместили два названия немецкая и английская мэйсен штраус это по-немецки идет а дальше файн бон чайны я подумала как и многие другие что это китай видите она сейчас я вам более покажу я ее достала из коробки чтобы вы могли ее посмотреть совсем со всех сторон она очень очень красивая отделка серого с белым потрясаю вот этот вот рисунок вот этот мелкий он чувствуется пальцем прямо вот и вот этот тоже светл это все ощущается пальцем вот такое клеймо он очень прозрачный тонкий фарфор даже вот сейчас я кстати какой звук у нее такое блюдце это еще раз повторю это подарочный вариант и вот сейчас я нашла информацию о этом клейме оказывается я когда увидела это в магазине прочитала чайна это китай оказывается нет чайна в переводе с английского языка означает фарфор они китай вот здесь так и пишут им и название этой страны произошло от единственного в мире продукта рецепт которого до сих пор не разгадала ни одна страна в мире и он является гордостью достоянием китайцев бон с английского переводится как костяной что совсем не означает что фарфор изготовлен из кости или кости изначально название костяной было ассоциативным то есть характерные признаки фарфора прочность высокая плотность прозрачность и молочный цвет сравнивали с аналогичными характеристиками кости отсюда и произошло название костяной фарфор а настоящий китайский фарфор он бонная чайна твердый фарфор состоит из двух природных материалов калиновой глины и фарфорового камня калиновую глину добывает во многих странах а фарфоровый камень есть только в китае и именно он дает возможность изготовить настоящий твердый фарфор вот такая вот информация о этой фирме ну и раньше правда я так и думала что это китайская у меня егор пришел со школы попросила его перевести и он мне сказал что мама майсон штраус это немецкая идет это объединили 2 господи два перевода немецкий перевод и английский вот ручка этот файнбон чайн чайна это идет английский перевод и это оказывается не китая фарфор переводится сейчас вам покажу как она ведь она прям видно вот это вот какая она прозрачна на вид она прям кажется что она даже тяжеловато и нет она очень легкая такой благородная серая с белым такой знаете аристократический вид у нее красотка их две штуки две коробочки и в каждое лежит вот такая вот красота еще раз покажу вам эти красивые покупки я сегодня опять наверное объединю два видео вчера я была в социальном магазине когда покупала вот эту чашку за золотом и кое-что там сняла но новинок очень было мало с не практически но снимала то что у меня не было в кадре то что вы не видели да я сняла мебель новинки там были кое-какие вазы из я вставлю это все в это видео чтобы объединить чтобы вы смогли посмотреть может быть что-то там вас заинтересует десертные кубыльтовые тарелочки десертные кубыльтовые тарелочки десертные кубыльтовые тарелочки десертные кубылиства Играет музыка. 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 Ну и закончу свое видео с своим Татошечкой. Видите, ленится сам. Я ему вот нажимаю. Он любит, когда я ему вот так вот делаю, чтобы посильнее водичка шла, струя. Надеюсь, что я не знаю, что я не буду. Надеюсь, вам понравилось моё видео. От Татоши вам огромный-огромный привет. Ну и чему-то, что я такой мальчик. До свидания. Пока-пока.